МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 13 подтверждённых случаев и 7 тестов на верификации. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Дезинфекция дворов и подъездов. Куда звонить, если многоквартирные дома не обрабатывают? Сказки на ночь и виртуальные экскурсии. Как работники культуры проводят время в самоизоляции? Далее расскажем обо всём подробно. Более 300 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Нижегородской области с начала пандемии. Количество заболевших увеличивается с каждым днём. Четверо нижегородцев скончались, 21 человек выписан. О ситуации с коронавирусом в Сарове в ежедневном режиме рассказывает главный государственный санитарный врач по нашему городу Ирина Игнатьева. Подтверждённых 13 случаев заболеваний и ещё 7 находятся на верификации, то есть на подтверждении в Нижнем Новгороде. Из заболевших пятеро находятся на госпитализации. Состояние всех 20 больных протекает в лёгкой и средне-тяжёлой форме. Основные заражения произошли по очень близким контактам. 4 контакта произошло по месту работы и 16 оставшихся – это контакты в семейных очагах и по месту жительства. На карантине находится 127 горожан. За ними усилен контроль. Полиция может в любое время проверить, дома ли они. Растёт количество заболевших в соседних районах и областях. Вместе с этим эпидемиологи отмечают, что увеличивается количество тех, кто переносит инфекцию в лёгкой или бессимптомной форме. Полную запись обращений Ирины Игнатьевой смотрите на канале 16, Саров-24 и на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Группа «Газ» выплатит 250 тысяч рублей за нарушение эпидемиологических требований. Штраф компании выписали из-за очередей на проходных Горьковского автозавода. Подробности далее. Утром в понедельник в соцсетях появились фотографии, на которых видно, как сотни людей стоят близко друг к другу на проходной Горьковского автозавода. На большинстве из них нет масок. Это прямое нарушение указа губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Ситуацию прокомментировал глава региона Глеб Никитин. На самом деле ситуация сложилась по объяснению руководства завода в связи с тем, что замеряли температуру. Понятно, что это не оправдание абсолютно. На таком предприятии себя уважающим, безусловно, системы управления производством должны быть таковы, что вся маршрутизация позволяет при любом стечении обстоятельств обеспечить разведение потоков и соблюдение всех требований. Значит, руководство обязалось эти требования исполнять впредь. Сегодня мы направили туда на несколько точек группы контроля. Ситуация изменилась, работа над ошибками проведена. Сегодня нарушений не было замечено никаких, но мы будем контролировать постоянно. Губернатор отметил, что вне зависимости от масштаба бизнеса, все предприятия будут проверять на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Я хотел обратиться ко всем предпринимателям. Мы в ваших исключительно интересах сейчас не идем по простому пути. Взять и все закрыть. Мы пытаемся выявить тех, кто заботится о безопасности людей. И помочь им продолжать деятельность. Так и вы нам тоже помогите. Внимательно читайте все эти требования. От вас зависит безопасность людей и куда движется ситуация с зараженными в области. Нижегородские ученые составили модель распространения коронавируса в регионе. Если в середине апреля будет достигнут максимальный уровень самоизоляции, то до конца месяца мы выйдем на пик заражения, и система здравоохранения выдержит такую нагрузку. Но если люди продолжат не соблюдать все правила и требования, пик уйдет на середину мая, и количество зараженных будет расти. Понятно, что мы с запасом готовы. С запасом. Но если постепенно все люди не начнут максимально соблюдать эти правила, действительно, естественно, могут возникнуть опасности. Может возникнуть ситуация, что придется опять принимать в отношении ряда секторов промышленности, ряда секторов экономики, опять ограничительные меры, еще дополнительные. У нас и так их много, но дополнительные придется принимать, как некоторые коллеги сделали. Глеб Никитин еще раз призвал жителей соблюдать самоизоляцию, не выходить из дома без крайней необходимости. Новый вид мошенничества появился из-за коронавируса. Неизвестные рассылают гражданам СМС-сообщения. В них говорится, что человек нарушил режим самоизоляции, и ему выписан штраф. Для его оплаты нужно перечислить деньги на указанный номер телефона. Полиция подчеркивает, что подобные сообщения недостоверны, и их рассылают мошенники. Жителям стоит быть бдительными. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Министерстве связи Нижегородской области объяснили, почему приложение «Карта жителей Нижегородской области» исчезло из Google Play. По словам чиновников, изначально приложение было размещено в категории финансы, но позже в его описание добавили слова «Ковид-19». Из-за такого сочетания программа была заблокирована. Министерство связи направило в компанию Google письмо, в котором объяснило социально важные функции приложения. Пользователи вновь получат к нему доступ после решения этого вопроса. Ранее скаченное и установленное приложение работает в полном объеме. Приложение для iOS также функционирует. Пользователи смартфонов на Android, еще не установившие приложение, могут воспользоваться порталом nndfiscar.ru, а также оформить заявку для выхода на улицу через службу 112 или по номеру Основной период ОГЭ-2020 пройдет с 8 июня по 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Рособранадзора, когда именно ребята будут сдавать математику и русский язык определять самостоятельно в каждом из регионов. От экзаменов по выбору в этом году решили отказаться. Девятиклассников аттестуют по двум предметам. Также в Рособранадзоре сообщили, что участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ или получившие двойку по одному или двум предметам, смогут пересдать их в сентябре. ФНС России запустила сервис, с помощью которого граждане и юридические лица могут узнать, распространяются ли на них правила предоставления отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для проверки достаточно ввести всего один реквизит – ИНН или основной государственный регистрационный номер. При положительном ответе пользователю дадут ссылку на заявление об отсрочке. Управляющий компанией Сарова ежедневно проводит дезинфекцию подъездов при помощи гипохлорита. Обработке подвергаются стены, полы, выключатели, дверные ручки, кабины и кнопки лифтов. Также дезинфицируют дворы. Этим участкам необходимо уделять особое внимание, поскольку, например, в Сарове основной путь передачи инфекции – контактный. Вирус может жить на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. И любое место в подъезде и во дворе может быть источником заражения. Для удобства жителей, управляющие организацией города определили специалистов, ответственных за проведение дезинфекции в домах и телефоны горячих линий по вопросам уборки. Их список вы можете увидеть на экране. Кроме того, обращения принимают в Департаменте городского хозяйства по телефонам 977-74, 977-75 и 977-43. К другим новостям. Культура на карантине. Еще в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции по всей стране закрылись музеи, театры, галереи и библиотеки. Временно запретили спектакли, концерты, цирковые представления и иные массовые мероприятия. Многие организации переходят на дистанционное общение с посетителями. Как деятели культуры Сарова общаются с жителями в нашем городе, расскажем далее. Пандемия коронавируса не могла не сказаться на культурных привычках горожан. Музеи, театры и концертные залы закрылись на карантин. Отменились выставки и спектакли. Министерство культуры поручило всем учреждениям разработать онлайн-программы, лекции, экскурсии и другие мероприятия. Давайте посмотрим, как это работает в Сарове. Например, сотрудники библиотеки имени Пушкина запустили челлендж, где юные читатели рассказывают о своих любимых произведениях. Здравствуйте! Я читаю эту книжку. Она называется «Прекрасные и опасные насекомые». Она очень интересная и познавательная. А что читаешь ты? Прекрасные и опасные насекомые. Рассказываемся быстро. Мы нас не обваливаем. Сотрудники городского музея в необычной форме рассказывают горожанам о саровских достопримечательностях. В последнем речь идет о колокольне. Эта колокольня была построена в конце 18-го столетия. Строилась она на протяжении 10 лет с 1789 года по 1799 год. Высота колокольни вместе с крестом 85 метров. Первый ярус колокольни представляет собой арочный проек. Оформленный в виде тримфальной арки. В театре, как всегда, царит творческая атмосфера. Актеры радуются русских зрителей чтением детских сказок. Друзья, сидеть дома не скучно. Деятели культуры помогут вам украсить досуг интересными онлайн-программами, челленджами и экскурсиями. Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. Ежегодно в Сарове умирают сотни домашних животных. Как правило, хозяева питомцев незаконно хоронят их в лесу. Так возникают стихийные кладбища, которые наносят вред экологии. О том, как правильно поступить с телом своего питомца, расскажем далее. О необходимости создания кладбища домашних животных уже несколько лет говорят специалисты Госветуправления. Собаки и кошки для многих становятся практически членами семьи. И поэтому, когда питомец уходит из жизни, люди хотят достойно его похоронить. К сожалению, в городе у нас такового кладбища домашних животных не существует. Поэтому в основном все делают стихийные захоронения, что противоречит правилам всем санитарным, ветеринарным. Нельзя хоронить животных просто в землю в неположенном месте. А положенного места у нас в лужде пока нет. Вместо этого люди копают могилы в лесу и хоронят животных там. Больше половины из этих собак и кошек чем-то болели. Соответственно, вот вы закопали, вы там чуть-чуть ямку вырыли, положили. Пришло другое животное, унюхало, что там кто-то закопал, отрыло, съело. И это вирусы или какая-то другая болезнь. Можешь начать гулять уже среди других животных. Сообщать о нарушении горожане должны в администрацию. Специалисты могут выписать штраф и заставить перезахоронить. Такие случаи уже были в нашем городе. Пока единственный вариант для владельцев – отвезти тело в приемник и передать сотрудникам ДЭП для кремации и утилизации. Кроме того, ветеринары напомнили о правилах содержания домашних животных в городе. Выгул животных без сопровождения хозяина, выгул в неположенных местах – это все запрещено. То есть, если животное бегает даже в ошейнике на самовыгуле, то есть, такое животное имеет полное право отловить, как говорится, по его службе отлова города городского, то есть, а на хозяина должен быть наложен штраф от 500 рублей. Эта проблема стала особенно актуальна в связи с тяжелым положением приемника для животных. У них до сих пор не определен статус, финансирования также не хватает. Содержать положенные 20 дней, увеличена сейчас норма, финансово данная структура не может. Получается, что отлов у нас проводится в более щадящем режиме, чем этого требуют правила. Всех отловленных животных осматривают, перевивают от бешенства, клеймят или беркуют и ставят на учет. В Госветуправлении есть сведения о каждом животном, который отловили на улицах города. Пасхальный кулич тратится много ингредиентов, сил и времени. Вздобушки готовы решить эту проблему. В пекарне предлагают свежие вкусные куличи, которые создают по проверенной годами рецептуре. Печется очень долго. Это не обычные пирожки, потому что тесто сначала ставится опара, потом оно подходит, потом перебивается, еще раз подходит. В общем-то, идет раскладка на формы, простойку. Опять нужно час ждать. В общем-то, такой трудозатратный продукт, я вам скажу. Но зато очень-очень вкусный. Рецептура – это мамина. Мои мамы домашние с детства. Вместо традиционной глазури сверху куличи покрывают кремом чиз, что делает их вкус нежнее и насыщенней. Для декора сотрудники пекарни используют не только кондитерскую посыпку. Украшением служат орехи, цукаты, элементы из мастики и безе. Куличи продают в нескольких размерах – 7, 9 и 10 сантиметров. В период самоизоляции сдобушка предлагает своим покупателям возможность заказать продукцию на дом. Не все могут выбраться в магазин в наше время, сейчас, да. Мы работаем на доставку два раза в день. Пожалуйста, можете заказать не только куличи, и хлеб, и пирожные, и выпечку. Заказывайте сегодня от 500 рублей доставка. Если заказываете заранее, например, на завтра, на послезавтра и так далее, то от 300 рублей бесплатная доставка. Для того, чтобы ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ с доставкой на дом, необходимо зайти на страницу пекарни в Инстаграм или ВКонтакте и написать сообщение. Хрустящий багет, свежий дрожжевой и бездрожжевой хлеб, пышные пирожки, круассаны, аппетитная пицца, йогуртовая пастила и разнообразные пирожные по доступной цене ждут вас на прилавках в пекарне Сдобушка. Торговый центр «Галактика» – первый этаж, напротив хлебного отдела магазина «Пятерочка». Телефон – плюс семь, девятьсот пятьдесят, шестьсот восемь, сорок шесть, девяносто восемь. В студии работы Екатерина Опенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова